привет я думаю вы поняли что наше блюдо сегодняшнее это будет десерт из яблок я приготовил увидите три стакана стоит это рецепт у меня есть на канале уже пирог быстрый насыпной три стакана но сегодня немножечко я по-другому его сделаю что я сейчас делаю я беру стакан сахара яблок где-то в общем количество граммов 600 щепоточка соли и стакан муки и стакан манки сюда и 2 чайные ложки разрыхлителя очень готовится быстро даже вот этой ложечкой что разрыхлитель был я сейчас перемешиваю можете добавить сюда ванильного сахара и теперь вот эту массу рассыпаю опять делю на три части просто понимаете что это будет три стакана чуть более полные то есть два стакана я наполнила а этот эту часть и оставляю прямо отсюда вот с общей массы я буду высыпать форму так тесто наше так называю боками в сторону и сейчас я должна быстро натереть яблоки яблоки я натерла и смотрите полный стакан кожицы получился хотите она сама отделяется это хотите с кожицей хотите не так дальше я беру ну где-то пол стаканчика молока и пачка творога у меня творог вот такой нежирный в творог я сахар добавлять не буду почему потому что у меня яблоки сочные они очень сладкие видите вот я перебиваю пол стакана молока и мне немножко густовато значит добавлю еще молочка ни грамма сахара здесь у меня нету готово все духовка 180 градусов включена но я не знаю я беру вот эту форму я боюсь я бы не маленькая потому что у меня вот этот пергамент какой он замечательный многоразовый ребята если вы где-то увидите обязательно его купите что сейчас я беру я немножко передумала я вот сюда добавлю немножко какао я высыпаю стакан сухого сухой смеси вот так распределяю теперь яблоки прямо так немножечко яблоки как втрамбуйте но я вам один слой покажу а там дальше уже чтобы экономить ваше время теперь конечно если замороженное масло лучше чуть-чуть вот так масло выкладываем можете без масла тоже вот это разделим на две части потому что у нас будет два слоя а сверху у нас будет просто сухое распределяем этот если у вас нету творога вы можете просто молочко и когда вы молоком просто заливаете тогда можно добавить к молоку сливочное масло а теперь знаете что я хочу вот в этот средний слой я добавлю чуть-чуть какао чтобы коричневая была прослойка вот я не знаю ну чайную ложку достаточно перемешиваю чтобы не было крупинок и будем засыпать все делать очень быстро засыпаем этот слой и выкладываем яблоки ты все сухое и наверх выкладываете просто несколько кусочка сливочного масла отправляете в духовку сто восемьдесят градусов 75 минут где-то от часа и до 75 минут но не знаю я никогда так не делала у меня смотрите что есть есть абрикос это была абрикосовая наливка то есть абрикосы перетерты здесь водка но здесь водка уже не чувствуется и она очень вкусная я хочу вот это использовать сюда не знаю что получится может она будет гореть сейчас очень сильно но я хочу использовать посмотрим что она нам даст хотя знаете можно было испечь а потом просто пропитать этим но это мы сейчас делаем проработку с этим с этой абрикосы а там посмотрим и посмотрим что у нас здесь я немножко прикрыла фольгой чтобы тупо видла не горела а еще глянем шума у нас здесь посмотрите как поднялся еще мне 30 минут в духовке должен быть пусть находится ну что час пять у меня был пирог здесь мне кажется уже готов как он вылазит вот так палочкой попробую секундочку да уже все сухое все достаю так достала и теперь давайте аккуратненько ничего страшного нету так чтобы не сильно снималась это но это я полила варенье а у вас это все будет чистенько и красиво смотрите как он вылез какой гарный ну конечно форма у меня немножечко маловатенько честно вам скажу но ничего все остывает то давайте будем доставать сразу хочу сказать что вот это черное это не пригорело это мой пергамент многоразовый как его ну еще и конечно тепленький переворачивать не хочется или же придется перевернуть потом поставить на место у ее 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 надо было немножечко не так сделать вот аллочка перестал пергамент и я чаще сейчас ой что я тут наделала все поломала да наверно но все по-честному ничего не собираюсь так сейчас говорю все при вас это из я сама виновата ух ты ух ты смотрите как получилось а это что-то смотрите у меня не пропеклось почему-то почему ведь немножко осталось а тесто как какао так не должно быть так ладно сейчас посмотрим что у нас за ошибка получилось что я там чуть-чуть вот я смела этот слой здесь уже все нормально зажаренное вернее приготовилась знаете что просто нижний слой вот я не знаю готовила такой стеклянной форме все время хорошо а это я не знаю почему так произошло надо немножко ниже наверное было опустить мне в духовке но а еще лучше на дно выложить несколько кусочек сливочного масла и будет просто все замечательно она полностью приготовиться так ну что давайте посмотрим что у нас так не очень как бы начала посмотрим что у нас здесь ой какая красота пристает немножечко абрикосовое это варенье которое я налила вот так его переверну еще ни разу так не крутила пирог налево-направо налево-направо ну перевернули ну честно говоря еще это зависит от того что у меня он еще теплый нужно чтобы полностью остыл я никогда не расстраиваюсь знаете с любого положения нужно искать выход посмотрите какие слои как творог запекся коричневый среди не видно красивый очень красивый и нижний слой вот смотрите сейчас я буду пробовать он нормальный он просто чуть чуть не дошел от масла нужно добавить и все будет хорошо но сам пирог вот это переверну смотрите какой он красивый какой он нежный и творог и какао и яблочке все давайте будем пробовать его сейчас еще как он правильно лежит вот разрежу его сейчас вот все слои белое это не тесто это творог ребят этот творог низ получился как крамбл вот и говорю что знаете бывает иногда не то сделаешь очень вкусно смотрите все приготовилось внутри единственно вот этот слой он как крамбл получился но это вкусно сахара больше не добавляйте по сахару у меня яблоки сладкие как вкусно вот вы знаете может быть вот этот рецепт я показывала как я его готовлю здесь что-то пошло не так и вот мы вместе с вами нашли выход с положения я так хочу чтобы вы тоже так не расстраивались не выбрасывали мусорку с любого положения можно найти выход как это вкусно пожалуйста все в ваших руках учтите мои ошибки больше форму делайте что пергамент выглядывал обязательно потому что пирог подымется и вы не сможете достать как у меня была ситуация то есть если вы запекаете вверх у вас есть верхом это не перевертыш то есть вверх есть верхом но ничего страшного все у нас хорошо получилось а самое главное что очень очень вкусно я думаю вы обязательно приготовите этот пирог все мои хорошие готовьте пусть у вас все получается и самое главное никогда не расстраивайтесь никого не слушайте вот все все на глазах как у вас на кухне ах не получилось а там где красивая картинка вы же не знаете может там за то время когда вытаскивали новые сделали и вам показали все вот так вот может произойти но мы ничего не боимся мы не боимся трудностей до свидания мои хорошие до новых встреч до побачивания до новых до новых встреч и до новых встреч до новых встреч